Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день. Здравствуйте. Все подключились. Мы начинаем с вами вебинар. Называется он «Лекарственное лечение рака молочной железы». Вебинар проводится на базе Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера. Меня зовут Арсен Аскера Ичкайчуев. Я заместитель главного врача по поликлинической работе. Также в вебинаре принимают участие доктора-химиотерапевта нашего учреждения и представитель Федерального национального медицинского центра имени Блохина Стейна Марина Борисовна. Вебинар наш посвящен актуальной теме рака молочной железы. Это заболевание, не в нашей аудитории, конечно, обсуждать его актуальность, но все онкологи и врачи понимают высокую заболеваемость, высокую важность данного заболевания. Соответственно, хотелось бы еще раз напомнить методы лекарственного лечения рака молочной железы. Первое у нас выступление посвящено оптимальной последовательности линии терапии распространенного ХЕР-2 позитивного рака молочной железы. Слово предоставляем Стениной Марине Борисовне, доктор медицинских наук, ведущему научному сотруднику МИЦ имени Блохина. Марина Борисовна. Но у меня не очень много времени, поэтому я, конечно, не буду подробно останавливаться на истории открытия и появления анти-ХЕР-2 препаратов. Скажу только, что уже более 35 лет, как науке известен тот факт, что есть определенная категория опухоли с гиперэкспрессией или амплификацией ХЕР-2, которая отличается агрессивным подтипом, но при наличии специального лечения в виде анти-ХЕР-2 препаратов эта опухоль весьма неплохо лечится и постараюсь в своем сообщении дальше это показать. Ну, вот это тот сложный путь, который проделала анти-ХЕР-2 терапия от, собственно, открытия гена, от выделения и создания моноклонального антитела. И дальше уже к клиническим исследованиям. Я хочу сейчас сказать, что сегодня уже анти-ХЕР-2 терапия является неотъемлемой составной частью не только лечения метастатического, но и раннего и местно распространенного рака молочной железы. Ну, вот это основные вехи, не буду их комментировать. Напомню, что семейство рецептора эпидермального фактора роста участвует в целом ряде клеточных процессов, межклеточном взаимодействии, взаимодействии клеток со стромой. И для активации сигнального пути нужны легант, рецептор и демерризационный партнер. А ключевым механизмом является фосфорилирование. И на самом деле мы сегодня, как я уже сказала, имеем несколько лекарственных препаратов анти-ХЕР-2 направленности. Ну, вот это те препараты, которые доступны сегодня в России. В мире уже гораздо больше. Обращаю ваше внимание на то, что три из этих препаратов, из этих четырех препаратов, представляют собой моноклональные антитела. Это тростозумаб, это пертузумаб и тростозумаб-эмтанзин. И один препарат лопатиниб – это низкомолекулярный тирозинкиназный ингибитор. И вы видите, что точки приложения тоже разные. Все антитела действуют экстрацеллюлярно, в то время как лопатиниб – тирозинкиназный ингибитор действует на внутриклеточный домен рецептора ХЕР-2. Ну, первые исследования, которые появились уже более 20 лет назад, показали, что комбинация химиотерапии в сочетании с тростозумабом, а тогда это был единственный препарат, это препарат, который появился первым, так вот комбинация с химиотерапией тростозумаба существенно превосходила по всем оценивавшимся показателям монохимиотерапию. Ну, имеется в виду химиотерапию без анти-ХЕР-2 терапии. Вы видите, что это касалось и частоты объективных эффектов, и выживаемости без прогрессирования, и общей выживаемости. Все эти различия были статистически значимы. И в дальнейшем появился лопотениб, на который, так сказать, возлагались большие надежды, поскольку он оказывает действие внутриклеточно, и предполагалось, что, может быть, он будет эффективен в том числе у тех больных, у которых имеется резистентность к тростозумабу. Но при прямом сравнении, вот вы видите результат этого исследования, в котором лопотениб в комбинации с токсанами сравнивался с тростозумабом, в комбинации с токсанами оказалось, что тростозумаб менее эффективен, чем лопотениб, поэтому долгое время тростозумаб оставался, ну и по сей день остается одним из ключевых препаратов для лечения этой категории больных. Но лопотениб тоже, так сказать, занял свою достойную нишу и, в общем-то, используется в третий и последующих линиях лечения этой категории пациентов. Следующим хронологически появился пертузумаб, и оказалось, что пертузумаб эффективен в монотерапии после тростозумаба, но более эффективным оказалась комбинация этих препаратов, то есть так называемая двойная антихерт-2 блокада. Ну а с точки зрения механизма действия, хочу сказать, что пертузумаб также является моноклональным антителом, но действует немножко в другом месте, нежели тростозумаб. Вот здесь вы видите рецептор HER2, и видите, вот это пертузумаб, этот тростозумаб, они присоединяются к разным эпитопам HER2 рецептора. И оказалось, что при комбинированном использовании тростозумаба и пертузумаба наблюдается некий синергизм действия, поскольку у тростозумаба ведущим механизмом является антителозависимая клеточная токсичность, а у пертузумаба блокирование сигнальных путей через рецептор HER2, вот при таких условиях комбинация этих двух препаратов обеспечивает блокаду большего количества HER2 посредованных внутриклеточных сигнальных путей, чем каждый из препаратов в отдельности, что и приводит к более выраженному противоопухолевому эффекту. И ключевое исследование, которое посвящено изучению вот этой двойной блокады тростозумабом и пертузумабом в сравнении с терапией тростозумабом, это исследование Клеопатра, хорошо вам всем известное. Сутью этого исследования было сравнение эффективности доцитоксела в комбинации с терапией тростозумабом и в комбинации с терапией тростозумабом и пертузумабом. Хочу подчеркнуть, что основную популяцию пациентов этого исследования составили пациенты, которые не получали раньше тростозумаб. Только 10 больных в этом исследовании, 10% больных получали тростозумаб адъювантно. Итак, основные результаты. Здесь представлено время до прогрессирования. Вы видите, что использование двойной антихир-2 блокады в сочетании с доцитокселом позволило более чем на 6 месяцев увеличить время до прогрессирования. Различия были статистически значимыми. Причем вот этот выигрыш был более таким ярким, более выразительным в подгруппе больных, которые не получали раньше тростозумаб. Вы видите, дельта здесь составила 9 месяцев. Ну и, конечно, самый такой ценный результат, на мой взгляд, это оценка длительности и продолжительности жизни больных, поскольку двойная антихир-2 блокада в сочетании с доцитокселом позволила увеличить медиану продолжительности жизни более чем на 16 месяцев при медиане времени наблюдения 8 лет. Это окончательный анализ исследований Клеопатра. И поистине можно сказать, что появление антихир-2 терапии, в том числе двойной антихир-2 блокады, позволило серьезным образом изменить судьбу больных хир-2 положительным раком молочной железы. Что касается токсичности, то, в общем-то, существенного усиления, увеличения частоты и выраженности побочных эффектов при использовании двойной блокады не наблюдалось. Как вы видите, цифры здесь сопоставимы в сравниваемых группах. Большинство нежелательных явлений, около 80% относились к первой-второй степени выраженности. И подгрупповый анализ исследования Клеопатра, анализ безрецидивной выживаемости, также наглядно показал, что все проанализированные подгруппы больных выигрывают от назначения двойной антихир-2 блокады. Следующий препарат, который, на мой взгляд, заслуживает особого внимания, это тростозумапантанзин, потому что он является наиболее таргетным, если так можно сказать, препаратом. Дело в том, что этот препарат представляет собой моноклональное антитело, к которому присоединены, с помощью таких специальных мостиков, присоединены молекулы химиотерапевтического препарата. И за счет вот этого моноклонального антитела ХЕР-2 рецептор ТДМ связывается именно с теми клетками опухоли, которые экспрессируют ХЕР-2. Рецептор поглощается клеткой, и химиотерапевтический препарат высвобождается внутри клетки и обеспечивает методический арест и апоптоз. При этом системная токсичность не слишком велика, поскольку в окружающих тканях клетки имеют низкую экспрессию, и поэтому они не повреждаются вот этим препаратом. И ключевое исследование по изучению эффективности тростозума бутанзина, также хорошо вам всем известно, это исследование МИЛИ, открытое многоцентровое исследование третьей фазы, в котором эффективность и безопасность тростозума бутанзина сравнивалось со стандартной на тот момент терапией лопатенибом и капицитабином. И вот на следующем слайде мы видим основные результаты этого исследования. С помощью тростозума бутанзина удалось наполовину увеличить время до прогрессирования в сравнении с контрольной группой больных, получавших капицитабин и лопатениб. И также, как и в предыдущем исследовании, хочется подчеркнуть, что вот этот новый вариант лечения оказался более результативным и обеспечивал почти полугодовую прибавку в продолжительности жизни. Различия здесь оказались также статистически значимыми. Частота объективных эффектов и медиана длительности ответа на терапию ТДМ-1 также была выше, вы видите это на данном слайде. И следующий слайд посвящен токсичности сравниваемых вариантов лечения. Вот здесь оказалось, что новый препарат имеет совершенно другой спектр токсичности, у него преобладают гематологические виды токсичности, но в целом преимущественно, так сказать, второй-третьей степени, первой-второй степени, третьей-более степени встречались редко. А вот капицитабин и лопатениб оказался весьма токсичным режимом в сравнении с тростузумапом танзином и довольно часто вызывал диарея, ладоноподошвенность, синдром рвоту, слабость, тошноту, мукозиты, причем зачастую эти явления достигали третьей-более степени выраженности. Очень ценным оказалось то, что тростузумапом танзин позволил обеспечить прибавку продолжительности жизни у больных с метастазами в головном мозге. Вы видите вот на этом слайде, что дельта составила здесь 13,9 месяцев, но, безусловно, нужно понимать, что все эти больные получали и также локальную терапию по поводу очаговых изменений в головном мозге. Ну и дальше тростузумапом танзин изучался и в других исследованиях, в частности, в сравнении с режимом по выбору исследователя, вот как в исследовании Тереза, который вы видите на данном слайде. Здесь представлены основные варианты лечения по выбору исследователя, которые использовались в этом протоколе, но в целом 80% больных получали те или иные комбинации с тростузумапом. И вот основной результат этого исследования по сравнению с терапией по выбору врача, тростузумапом танзин также продемонстрировал небольшое, но статистически значимое преимущество в показателе выживаемости без прогрессирования. И общая выживаемость также здесь была больше в группе больных, получавших тростузумапом танзин. Вот эти достижения научные и изучение этих препаратов в клинических исследованиях и внедрениях в клиническую практику привело к тому, что прогноз больных HER2 положительным раком из очень неблагоприятного в эру до внедрения анти-HER2 терапии превратился в довольно благоприятный потип. И вы видите, что больные, которые получают анти-HER2 терапию, сегодня живут не хуже, чем больные с гормонозависимым раком, которые всегда так исторически считались наиболее благоприятной прогностической подгруппой. И вот то же самое можно видеть на данном слайде. Здесь по годам отмечен прогресс в лечении HER2 положительного рака молочной железы. Вы видите, что внедрение препаратов анти-HER2 направленности привело к существенному увеличению показателей общей выживаемости при метастатическом раке. И, естественно, все эти и многие другие препараты, которые сегодня уже зарегистрированы за рубежом и пока недоступны в России, они все входят в клинические рекомендации. Вот вы видите здесь версию, одну из последних версий клинических рекомендаций, согласно которым режимом выбора при проведении лечения метастатического рака молочной железы с HER2-экспрессией является комбинация двойной анти-HER2-блокады пертузумабом и тертузумабом с токсанами, дотскокселом или паклитокселом. Дальше, если наступает прогрессирование, то мы можем выбирать, точнее наши коллеги с рубежом могут выбирать уже из целого ряда опций, но для нас доступно здесь тростозумаб и мтанзин. Ну и дальше следуют различные варианты химиотерапии в сочетании с тростозумабом или другими какими-то анти-HER2-препаратами. И вот так выглядит алгоритм назначения вариантов лечения метастатического HER2-пложительного рака молочной железы в отечественных рекомендациях. Они, в общем-то, повторяют зарубежные рекомендации НССН и предлагают на первом этапе использовать двойную блокаду тростозумабом и пертузумабом в сочетании с токсанами. Хочу подчеркнуть, что количество курсов свыше 6, я имею в виду химиотерапии, не приводит к увеличению эффективности, поэтому рекомендуется максимум 8 курсов, после чего продолжаются анти-HER2-блокады без уже химиотерапевтического препарата. И после такого лечения при прогрессировании самым оптимальным вариантом является назначение тростозумаба и танзина, ну или при его отсутствии тростозумаба в сочетании с одним из стандартных режимов химиотерапии. Ну вот, пожалуй, на этом у меня все. Хочу дальше, наверное, передать слово коллегам, которые представят клинические наблюдения. Спасибо за внимание. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Хочу представить вам случай лечения пациентки с раком молочной железы, ХЕР2-положительным, не люминальным. Пациентке 45 лет, наблюдается в диспансере с раком левой молочной железы стадии А4, Т4БН3М1, распространение в мягкие ткани левой подмышечной области. После 6 курсов неодиванной химиотерапии, таргетной терапии, операция 26 февраля 2020 года, мастектомия расширенная, модифицированная, с пластическим закрытием дефекта грудной стенки слева, Т4БН2М1, после курса таргетной терапии, прогрессирование в марте 2021 года, метастаз, правый надключичный лимфоузол, метастаз, послеоперационный рубец, послеоперационная лимфодисекция правого надключичного лимфоузла, состояние после 5 курсов, палиативная противоопухолевая терапия первой линии, в режиме тростозума пометансит, прогрессирование в августе 2021 года, медиастинальная лимфоденопатия, метастаз, левый надключичный лимфоузел, правый подчелюстной лимфоузел, состояние после 7 курсов противоопухолевой терапии, второй линии, в режиме лопатенипко-пицитабин, прогрессирование в январе 2022 года, в виде метастазирования, правый подмышечный лимфоузел, увеличение лимфоузлов правых надключичных и шейных, после первого курса палиативной химиотерапии третьей линии. При первичном обращении пациентки при пункционной биопсии выполнена гистологическая верификация, согласно которой выявлен инвазивный рак альвеолярного эскерозного строения, эстрогены 0, прогестероны 0, ки 67-30%, хер 2-ю 3+. Из анамнеза пациентка впервые обратилась к диспансеру в сентябре 2019 года, обследовано, представлено консультативное бюро, рекомендована неодевантная химиотерапия. Проведен первый курс неодевантной химиотерапии в режиме АЦ. При введении доксорубицина отмечена выраженная аллергическая реакция в виде крапивницы сливного характера суда. Препарат отменен, выполнена смена режима химиотерапии. Проведено 6 курсов неодевантной химиотерапии в режиме карбоплотин, децитоксел, трассатума, персатума. Посложнений в процессе введения не отмечалось. 26 февраля 2020 года выполнена операция. Мастектомия расширенная, модифицированная, с пластическим закрытием дефекта грудной стенки слева. По результатам гистологического исследования выявлен инвазивный рак молочной железы с резко выраженным патоморфозом с метастатами в шести лимфатических узлах клетчатки первого уровня. Морфологический регресс опухоли по шкале РЦБ составил 1. Т4БН2АМ1, эстрогенный 0 по данному моногистохимического исследования прогестерона 0 и 67-80, заключение фенотип рака молочной железы ХЕР2НЮ3+. После оперативного лечения пациентке проведен первый курс одевантной таргетной терапии в режиме пертозумаб-простозумаб. Выписано с рекомендациями явки на следующий курс таргетной терапии. Однако на госпитализацию не явилась. Явилась на прием врача-онкомамолога в августе 2020 года. Консультирована радиотерапевтом. Учитывая сроки проведенного специального лечения более 4 месяцев назад, проведение послеоперационного курса лучевой терапии нецелесообразным. 2 сентября 2020 года выполнено ПЭТКТ, по заключениям которого выявлены единичные, неувеличенные, метаболически активные внутрикрудные лимфоузлы, вероятно, вторичного характера. Рекомендована явка через 3 месяца. Одна пациентка на повторный прием не явилась. Явилась уже в феврале 2021 года. С жалобами на общую славость, периодическую болезненность в области послеоперационного рубца, увеличение правого надключичного лимфоузла. Выполнена сцентография костей, по результатам которой выявлены признаки остеобластического процесса в 7-м ребре справа. По результатам рентгенологического исследования, убедительных признаков костно-деструктивных изменений в ребрах справа не выявлено. Проведено УЗИ мягких тканей регионарных лимфоузлов в феврале 2021 года. Определяется лимфоденопатия надключичной области справа, реактивная. Рекомендован контроль и морфологическая верификация. Проведена морфологическая верификация. Под контролем УЗИ выполнена чрезкожная пункция образования надключичного лимфоузла справа. По результатам цитологии, цитограмма может иметь место при метастатическом процессе. Распадим. 15 марта 2021 года выполнено ПЭТКТ. Проводилось сравнение с ПЭТКТ 2 сентября 2020 года. Определяется отрицательная динамика. Появление метаболически активных надключичных лимфоузлов справа, увеличение размеров и уровня метаболической активности внутригрудных лимфоузлов. Определяется очаг повышенной метаболической активности в левой доле печени. Для определения характера очага необходимо выполнение МРТ с гипототропным контрастом. Выполнено МРТ с гипототропным контрастом. Патология печени не выявлена. Выполнена операционная лимфоденоктомия шейная диагностическая надключичная справа. По данным гистологического исследования определяются фрагменты солидной недифференцированной опухоли с массивными некрозами, с очаговыми скоплениями лимфоцитов. По данным иммуногистохимического исследования статус прежний. Прежние эстрогены 0, прогестерон 0, ки 67-80%. Заключение фенотип рака молочной железы ХЕР-2НЮ-3+. Проведена консультация радиотерапевта. С учетом прогрессирования заболевания, распространенности процесса лучевая терапия в настоящее время не показана. В мае 2021 года пациентка представлена на заседании под комиссией врачебной комиссии по вопросам лекарственного обеспечения. Рекомендовано назначение препарата астрастотумапом танзин. 3,6 мг на килограмм массы тела в первый день, цикл 21 день. В данном режиме пациентке проведено 5 курсов палиативной химиотерапии и таргетной терапии. Осложнений в процессе лечения не отмечалось. Эффект лечения – стабилизация. Однако в августе 2021 года на 6 курс терапии пациентка явилась с признаками прогрессирования, увеличения образования в области послеоперационного рубца, увеличения надключичных, шейных, челюстных лимфоузлов справа. Выполнено контрольное исследование КТ органов грудной и органов брюшной полости с внутривенным контрастированием. Выявлена медиастинальная лимфодинопатия, метастаз в левеноключичный лимфоузел, правый печелесной лимфоузел. Пациентка представлена на комиссии по лекарственному обеспечению. Выполнена смена режима противоопухолевой терапии. Рекомендован режим лопотиниб 1250 мг ежедневно 21 день, капицеталин 3500 мг в сутки 14 дней. Уже при проведении первого курса была отмечена положительная динамика, отмечалось некоторое уменьшение новообразования на шее в области послеоперационного рубца. В дальнейшем при проведении второго курса отмечена выраженная положительная динамика, значительное уменьшение размеров образования в области послеоперационного рубца до размеров горошины, Отмечалось уменьшение лимфоузлов подключичной области справа, исчезновение слева, уменьшение размеров почелюстного лимфоузла. На протяжении 3-4 курса отмечалось стабильное состояние. При проведении 5 курса полиэтилной терапии в связи с развитием токсической полиневропатии, выраженного ладона подошвенного синдрома третьей степени, выполнена редукция дозы капецитабина до 2500 мг в сутки, внутрь 14 дней. Проводилась дезинтоксикационная терапия, терапия глюкокортикоидной. Ладона подошвенный синдром был устранен. Эффект лечения стабилизации. Шестой курс также проведен на фоне глюкокортикоидов без редуцирования дозы капецитабина, эффект лечения стабилизации. Однако при проведении 7 курса на фоне терапии отмечено резкое увеличение размеров надключичных, шейных, подчелюстных лимфоузлов справа, увеличение подмышечного лимфоузла справа. Увеличение образования в области послеоперационного рубца. Появился болевой синдром 1-2, который купировался приемом китопрофена 200 мг в сутки. Выполнено контрольное исследование. КТ органов грудной полости, брюшной полости с внутривенным контрастированием. Отмечено, что существенной динамики нет. Сохраняются единичные очаговые и очаговые уплотнения в легких, требующих контроля. Увеличение подмышечных, надключичных лимфоузлов справа и средостенных лимфоузлов. По данным УЗИ лимфатической системы отрицательная динамика. Признаки увеличения подчелюстной, шейной, надключичной, двусторонней лимфоденопатии, подмышечной лимфоденопатии справа. Объемное образование мягких тканей области послеоперационного рубца. Выполнена пункционная биопсия подмышечного лимфоузла справа. В феврале 2022 года получены результаты иммуногистохимического исследования статуса опухоли без изменений. Эстрогены 0, прогестерон 0, HER2, 3+, ки 67-70%. По данным МРТ головного мозга, дополнительных образований в головном мозге не выявлено. Отмечается околоушная, шейная и надключичная лимфоденопатия справа. Выполнена синтеграфия костей скелета. На момент исследования данных о наличии активного очагового остеогластического процесса не выявлено. Пациентка представлена на заседании подкомиссии, врачебной комиссии по лекарственному обеспечению в феврале 2022 года. На момент представления отмечена выраженная отрицательная динамика за период, когда выполнялась гистология, в виде значительного увеличения образования на шее, формирования конкурмерата синюшного цвета, лимфоузлов протяженностью от ключицы, по ходу груди на ключочно-сосцевидной мышцы плотного, спаянного с подлежащими тканями, умеренно болезненного при пальпации. Пальпируются увеличенные подмышечные лимфоузлы до 3 см диаметра. Полевой синдром 1 балл купируется китопрофеном 200 мг в сутки. Решение подкомиссии рекомендовать на оснащение режима Апоклитоксил 80 мг на метр квадратный в 1-8-15 дни. Тростозумаб 6 мг в первый день на грузочную дозу 8 мг на килограмм. Пертозумаб 420 мг на грузочную дозу 840 мг в первый день. Цикл 21 день. С 8 февраля по 24 февраля пациенту проведен первый курс терапии в данном режиме. Выполнено 3 введения Апоклитоксила, 1 введение тростозумаба и пертозумаба. Осложнение в процессе лечения не отмечалось. Пациентка отмечает исчезновение болевого синдрома, однако размер образования на данный момент без изменений. Спасибо большое. Спасибо большое, Татьяна Николаевна. У нас следующий, я понимаю, следующий клинический случай, да? Да, да, да. Второй клинический случай. Байрампула Лила Маратовна, Вам слово. Уважаемые коллеги, хотелось бы представить клинический случай пациентки 61 года, с диагнозом рак правой молочной железы 54BN2M0, стадия 3B, вторичная отечная форма. Пациентка отметила впервые образование в 2014 году, самостоятельно обнаружила, обратилась в поликлинику нашей клиники. Дальше установлен диагноз, морфологически верифицирован. Пациентка представлена на консультативное бюро, рекомендовано на первом этапе проведения анодевантной химиотерапии. Проведено 6 курсов в режиме доксорубицин по клитоксел. Затем последовало оперативное лечение. Это радикальная масса тектомия помады, но квадрант тектомия левой молочной железы с редукционной мамопластикой. Затем у нас проведено 4 курса дивантной химиотерапии в режиме метатриксат, фторурацил, циклофосфан. Данный режим был обоснован изменениями на ЭКГ, а также жалобами кардиального характера. И также проведен послеоперационный курс лучевой терапии на область послеоперационного рубца и пути лимфового оттока. Пациентка получала гормонотерапию тамоксифеном. С ноября 2015 года по ноябрь 2021 пациентка находилась на динамическом наблюдении в поликлинике СКОД. В апреле впервые отметила жалобы на слабость, кашель, за медицинской помощью не обращалась. В ноябре самостоятельно выполнила компьютерную томографию грудной полости и обратилась в СКОД. В поликлинике проведено дообследование, по результатам которого зарегистрировано прогрессирование опухолевого процесса. Это метастаз в легкие, в кости скелета, в печень, а также шейно-нацлютичные лимфоузлы слева. Последствием бронхоскопии образование в корне легкого было верифицировано. Морфологически, согласно иммуновиста химии, это фенотип метастаза рака молочной железы, люминального БЕХЕР, 2 негативного подтипа. Также было выполнено молекулярно-генетическое исследование, БРК-мутации не обнаружено. Пациентка консультирована химиотерапевтом, учитывая люминальный БЕП-тип опухоли, а также явление висцерального криза в виде дыхательной недостаточности второй степени, рекомендовано проведение палеотивной химиотерапии. Дальнейшая тактика – это 4 курса палеотивной химиотерапии в режиме АЦ. Пациентка перенесла без осложнений, с выраженной положительной динамикой в виде купирования от дышки, кашля. После трех курсов мы провели контрольное обследование, по результатам которого по данным грудной полости отмечается выраженная положительная динамика, образование в корне левого легкого значительно уменьшилось в размерах, также уменьшились метастазы в левом легком и некоторое увеличение количества размеров и количества метастазов в грудных позвонках, что, естественно, как прогрессирование мы рассматривать не стали. По данным УЗИ лимфоузлов, а также брюшной полости мы видим лечебную трансформацию лимфоузлов. По описанию это лимфоузлы округлой формы, ровными четкими контурами, а также тонкий центральный рубчик без кровотока. По данным брюшной полости несколько отрицательная динамика, но мы ее связали больше с тем, что на момент проведения начала нашей терапии УЗИ было выполнено более месяца назад, поэтому мы это как отрицательную динамику не рассматриваем. Таким образом, учитывая клинически выраженную положительную динамику в виде купирования кашля, отдышки, также отсутствие боли в костях скелета ранее и в настоящее время, частичный регресс опухолевого процесса в легких, по данным компьютерной томографии, некоторую отрицательную динамику по очагам в печени, изменение склеротического характера в костях скелета не следует рассматривать как прогрессирование опухолевого процесса. Более того, склеротический характер метастаза в костях свидетельствует о лечебном патоморфозе. Дальнейшая тактика – это, учитывая исчерпанный антрациклиновый резерв, эффект, достигнутый на цитостатической терапии в виде купирования висцерального криза, что для нас немаловажно. В настоящий момент мы планируем перевод пациентки на терапию CDK-ингибиторами, а также гормонотерапию ингибиторами ароматаза. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Лила Борисовна. Хотелось бы уточнить, Марина Борисовна еще у нас подключена. Да-да, я все слушаю. Марина Борисовна, ну, какие-то есть вопросы, комментарии по поводу клинических примеров? Ну, мне кажется, очень интересные клинические случаи. Скажите, пожалуйста, у вас в наличии все время, вот в доступности есть все антихир-два препараты, или вам приходится все-таки как-то вот подстраиваться под реальное, скажем, обеспечение? Ну, это важный вопрос на самом деле. Марина Борисовна, конечно же, это важный вопрос, и не даром сейчас используют термин реальной клинической практики. Да, 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 совершенно верно. К сожалению, похвастаться тем, что у нас есть полный спектр антихир-два препаратов в доступе постоянном мы не можем, но, тем не менее, как бы возможности по показаниям назначать данный вид лечения есть, скажем так, в арсенале эти препараты есть и используются. Если, ну, это немножко не касается этих случаев клинических, если предстоит назначение новой панкной терапии антихир-два, то какой вот чаще вы используете? Двойную блокаду или все-таки тростозумаб, ну, с тем или иным вариантом химиотерапии? Для мелодии вам? Доктора-химиотерапевты поправят меня, но, насколько я понимаю, используется тростозумаб. Чаще тростозумаб, да? Да. Ну, мы еще отталкиваемся от возраста пациентки, от количества пораженных лимфоузлов, естественно, от ЭКОК, то есть при возможности мы добавляем все-таки еще пертузумаб для двойной хир-блокады. Ну, а количество лимфоузлов, наверное, до операции это сложно оценить. Просто я почему задала этот вопрос, мне кажется, что вот с учетом того, что все-таки двойная антихир-два блокада дает несколько больше выигрыш в частоте полных патоморфозов, и если мы их достигаем, то нам дальше не, так сказать, не нужно назначать еще дорогостоящий тростозумаб-антанзин, то, конечно, я бы, наверное, ну, предпочла переместить акцент с использования двойной блокады, с метастатического рака на неоадювантную терапию, если, разумеется, бывает такой, так сказать, ну, дефицит какой-то, да, препарата, потому что если вы достигаете полного патоморфоза, а при использовании двойной блокады шанс достичь полного патоморфоза все же выше, то, соответственно, ну, во-первых, вы улучшаете прогноз этой пациентки, и, во-вторых, вы, так сказать, у части пациенток, которые достигли полного патоморфоза, у вас уже нет необходимости назначать тростозумаб-антанзин. А, кроме всего прочего, вот я правильно поняла, вот первое клиническое наблюдение, там, по-моему, и в рамках первичного лечения больная получала двойную блокаду, и потом на этапе метастатической, или я немножко не так поняла, вот доктор, который докладывал о первой случае. Да, по первому случаю 6 курсов было выполнено с применением тростозумаб-этростозума. Это вот на... В неодевантном. В неодевантном. И потом еще получала... Потом провел один курс, и пациентка не явилась для дальнейшего лечения. А, но тоже была двойная блокада, да? Да, была двойная. Ну, вот здесь тоже, конечно, с точки зрения формальной, это все сделано по, так сказать, в соответствии с клиническими рекомендациями, но вот если отталкиваться от, допустим, исследования с двойной антихир-2 блокадой, которую я показывала, то я обращала внимание, что вообще вот такие потрясающие результаты были получены у пациенток, которые даже и тростозумаб-то не получали, там всего, по-моему, 10% больных получали тростозумаб-неоадевантно или адевантно. Поэтому, в общем-то, опять же-таки, возвращаясь к нашим реалиям и к тому, что не всегда мы имеем, к сожалению, в, так сказать, в доступе все препараты, которые хочется, может быть, этой пациентке, ну, большого смысла не было назначать двойную антихир-2 блокаду уже при мицстатической болезни, потому что, ну, она так или иначе получала этот препарат в составе лечения раннего рака и, в принципе, наверное, можно было бы ограничиться тростозумабом с каким-то вариантом химиотерапии, ну, или тростозумаб-пантанзином. Ну, вот, пожалуй, вот этот такой комментарий. А как часто вы назначаете костное у адевантный тростозумаб-пантанзин при резидуальной опухоли? Это практикуется? Или такой возможности нет? К сожалению, пока это единичный. Единичный случай, да. А при митостатической болезни вы располагаете вот возможностью всем больным, которые нуждаются, ну, хотя бы во второй, в третьей линии назначать? Конечно, мы стараемся. А вот комбинация с лопотенибом насколько часто используется? Ну, тоже он присутствует в нашей практике. То есть, такая возможность есть, да? Да. Ну, может быть, у докторов будут какие-то вопросы вот по тому, что я... Я не вижу, в чате вопросы есть или нет. Может, вам видно? Чат, у меня тоже чат не виден. Реакция аудитории. Ну, нет, у меня тоже в чате нет вопросов. В верхней строке есть слово чат. Я открыл его. А, файлы. А, чат. У меня тоже он пустой. Может, наши доктора Лила Маратовна или какие-то вопросы есть к Марине Борисовне? Ну, может быть, что-то обсудить. Как пообщаться, да. Может быть, за рамками темы моего доклада, в общем-то, это неважно. Она выбрана была так, ну, как сказать, не то, чтобы случайно, но можно было говорить о чем угодно, потому что метастатический рак это довольно такая обширная тема. Ну, вот я решила сконцентрироваться до антихирт-2 терапии, поэтому, может быть, какие-то вот вопросы попутно мы могли бы обсудить. У нас есть такая возможность еще в эфире. Да, я хотела бы уточнить такой момент. Вот мы все знаем, что назначение двойной блокады по клиническим рекомендациям в случае полного патоморфоза в адювантном режиме не показано. А если, например, речь идет о молодом возрасте пациентки, N3 при этом, ну, естественно, N3, оно же после операции за счет подключичных, надключичных лимфозов сохраняется, даже если по УДИ, мы видим лечебную трансформацию. Ну, как бы, насколько вот обоснованно... Не назначать, да, я поняла. А, ну, вы знаете, мы отталкивались, вообще говоря, от результатов клинических исследований, и вот одно ключевое исследование Катерина, по-моему, оно называется, показало, что адювантная терапия с использованием двойной антихир-2 блокады, она вообще имела во всей группе очень небольшой, но с формальной точки зрения статистически значимый выигрыш, там, по-моему, около 2% получилось. А наибольший, так скажем, выигрыш был при поражении метастатическом лимфоузлов. Но в этом исследовании больные принимали участие те, которые не получали раньше неоадювантной терапии. То есть мы не можем как бы эти результаты переносить на тех больных, которые получили неоадювантную терапию, тем более, которые достигли полного патоморфоза. Вот для этой категории больных исследования с тростозумабом танзином, которое показало, что больные с резидуальной опухолью выигрывают от назначения тростозумабом танзина. Поэтому если у вас пациентка получала двойную антихир-2 блокаду и у нее резидуальная опухоль, ну, мы ограничили, немножко сузили контингент больных, исключив больных с RCB-1 и YPT-1 при отсутствии метастазов в лимфоузлах, просто потому, что эта категория больных по данным каких-то вот ретроспективных анализов, она живет так же хорошо, как больные с полным патоморфозом. И принимая во внимание вот все те же трудности с обеспечением лекарствами в ряде случаев, мы сочли все-таки необходимым сконцентрировать внимание на вот этой пост-неоадювантной терапии в виде тростозумабом танзина на той группе категории больных, которые имеют выраженную резидуальную опухоль, в том числе резидуальную опухоль в лимфоузлах. Опция тростозумаб-пертозумаб в адювантной терапии, ну, в составе сочетания с химиотерапией, у нас зарезервирована только для тех больных, которые... Ой, прошу прощения, чихнула. Только для тех больных, которые по каким-то причинам на первом этапе оперировались, ну, предположим, клинически у них не было подозрения на поражение метастазами лимфоузлов, а по результатам после операционного исследования оказалось, что 4 или там сколько-то лимфоузлов поражены, то есть Н2. И вот с учетом такой крайне неблагоприятного прогноза, этим больным, вот это та небольшая категория больных, они, по идее, должны встречаться редко, потому что все-таки, начиная с Т2, мы должны назначать неоадювантную терапию. А вот если мы пациентку прооперировали с предполагаемой ранней стадии, но оказалось по факту, что у нее Н2, то вот эти больные должны по нашим рекомендациям получать тростозумат, пертузумат адювантно, ну и какой-то вариант химиотерапии из возможных, там, с интрациклином или без интрациклинов. Ну вот мы просто пытались таким образом, ну как-то оптимизировать использование препаратов, понимая, что, безусловно, на все те нужды, которые перечислены, предположим, в тех же рекомендациях НССЕ, ну просто препарата не хватит, и поэтому пытались вычленить вот те неблагоприятные, крайне неблагоприятные подгруппы, где действительно такое лечение является оправданным, и мы можем рассчитывать на улучшение, так сказать, отдаленных результатов лечения у этих калифори-пальных. Это немножко не совпадает с международными рекомендациями, но еще раз повторюсь, что это сделано вот с учетом, мы, так сказать, опрашивали регионы, представители регионов, насколько доступны, доступны все препараты, и вот сочли необходимым вот все-таки так разделить пациентов на более и менее благоприятные гипнотические группы. Спасибо за ответ. Большое спасибо, Марина Борисовна. Я так понимаю, чат все-таки работает, если у коллег есть вопросы. Чат работает, да, пока чат работает. А вот вопрос какой-то появился. А, спасибо большое. Это просто благодарность. Да, это просто благодарность, но хотелось бы. А хорошо, может быть, просто, поскольку время есть, еще такой, очень такой, на мой взгляд, актуальный вопрос. Вы используете сейчас адъювантно объемоциклип, вот, по тем показаниям, по которым он зарегистрирован с адъювантной целью. Есть такая у вас возможность, потому что он уже зарегистрирован для алюминального рака молочной железы с высоким риском рецидива, но пока мы, скажем так, не нашли обоснованного включения его в клинические рекомендации. Вот вы пытаетесь как-то это использовать сейчас в своей практике для этой категории больных? В вашем вопросе кроется ответ, как бы, да. Если вы не имеете в виду рекомендации, конечно, к сожалению, мы не владеем этим адаптам. У вас... А вообще, ингибиторы CDK у вас, так сказать, обеспечены все больные метастатические, которым он показан, или тоже вы, так сказать, немножко стеснены в среду, ну, в доступности препарата. Вот для метастатической болезни все больные с метастатическим алюминальным HER2 негативным раком получают у вас ингибиторы CDK? А клиенты, которым показано, получают... Все три представителя у вас есть. Какие-то у вас есть предпочтения по, скажем, назначению, но с формальной точки зрения эти препараты не сравнивались между собой, но сейчас вот появились просто данные о рейбациклибе, наиболее, так сказать, прослеженные данные с наибольшим сроком и наблюдения, и с наибольшей медианой продолжительностью жизни среди всех ингибиторов CDK? Вот у вас какие-то предпочтения, ну, не только связанные с эффективностью, потому что, повторюсь, с формальной точки зрения, мы не имеем оснований выделять какой-то из препаратов. Может быть, удобство применения или доступность препарата? Вот какие-то есть предпочтения у вас? Ну, мы сравнительно одинаково используем как рейбациклиб, так и палбациклиб, но стоит учесть тот факт, что, конечно, палбациклиб требует дополнительной антимитогенной терапии, поэтому, наверное, все-таки рейбациклиб может, ну, как-то будет лучше и сформировать начать чаще, чем палбом. Но эффект лечения мы видим примерно одинаковый. Ну, да, не по... ...по насчетной комиссии. Да. А меня-то, например, вот смущает даже... Я как-то... У меня нет такого впечатления, что палбациклиб больше какой-то имитогенностью обладает, но, может быть, как-то так у меня не было таких больных. Мне как раз, вот, чем импонируют два других препарата, рейбациклиб и обиомоциклиб, что там все-таки более просто осуществить редукцию дозы при необходимости. Вот с палбациклибом это целая, в общем-то, история. У меня вот сколько больных наблюдается, консультируется периодически, те, которым нужна редукция дозы, то практически никто из них не может получить вот эту следующий дозовый уровень 100 миллиграмм, ну и тем более там 75 миллиграмм. Поэтому они как-то вот вынуждены приспосабливаться, использовать вот эту дозу 125 миллиграмм там через день или, там, не знаю, две недели прием, дальше отдых. Ну, то есть, вот, мне кажется, что основное неудобство все-таки связано вот именно с такой лекарственной формой. К сожалению, и, наверное, с какими-то нашими регуляторными вот этими моментами, что нужно закупать специально вот эту маленькую, более низкую лекарственную форму с низкой дозой. Да, вы это верно подметили, конечно, с редукцией это посложнее с полпоциклимом. А вот если пациентка приезжает, ну, откуда-то, предположим, или вы принимаете решение, что ей нужны ингибиторы циклинозависимых киназ, вот реально сколько уходит время на то, чтобы ее обеспечить препаратом, там какой-то документооборот, заказ препарата, или это все происходит более-менее быстро? Я вот не очень... Препараты закупаются для пациентов. Кроме того, часть препаратов предоставляться может по рецептам врачей. Ну, примерно это сколько? Вот, потому что у меня ощущение, вот, когда пациенту даешь рекомендацию, потом он приезжает на оценку эффекта, то оказывается, что, вот, например, вот его, его, так сказать, ухода от меня с рекомендацией до того, как он съел первую таблетку, проходит, ну, где-то там, не знаю, 2-3, может быть, иногда месяц. И это просто иногда мешает потом какой-то качественно-адекватной оценке эффекта. Вот, насколько у вас, ну, технологический процесс, я понимаю, что это не просто там взял с полки коробку и дал больному. Вот, сколько занимает времени оформление документов, закупка, получение. Ну, Борисовна, ну, тут несколько факторов как бы влияет, да, начиная от того, что в какое время происходит, скажем так, назначение этого препарата, сколько пациентов лечится данным препаратом, да, в части, если мы имеем случай, когда это наш стандартный препарат, которым, как бы, мы давно работаем, примерно понимаем, сколько ежегодно бывает пациентов и планируем загодя определенное количество препарата и его закупили уже и вот пришел пациент, да, то есть это занимает очень быстро, пациент первичный оформляется, проходит к стилю врачебную комиссию по назначению и там буквально за неделю, за две максимум он получает тот препарат, который уже предусмотрительно понимает, что эти пациенты придут и должны быть обеспечены, мы уже закупили. А если это какой-то момент связанный с тем, что препарат у нас, скажем так, до тех пор не закуплен, конечно, это занимает то время, о котором вы говорите, чтобы индивидуально для него или по решению врачебной комиссии для него закупить этот препарат. А, то есть вот те случаи, когда требуется индивидуальная какая-то закупка, да, а как обстоит дело с пилисибом, он доступен у вас, потому что он же не входит как будто бы ни в какие там КСГ и прочие, как вы имеете возможность реальную вот обеспечить этим препаратом тех пациентов, которые нуждаются в нем? Доктор Азербайджан. Доктор Азербайджан. В регулярном формате будем проводить такие вебинары. Докторам, которые подключились и прослушивали, выражаю огромную благодарность. До встречи. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Спасибо всем. Всем хороших выходных. Было приятно повидаться. Не болейте. Спасибо. До свидания. До свидания.